Привет, ребят! Да, меня не было давно слышно, но я вновь с вами. И сегодня я покажу, как обработать фотографию в стиле Cyberpunk 2077. Итак, открываем нашу фотографию. Ссылка на её скачивание будет в описании. И первым делом создаём новый слой, нажав вот сюда. Выбираем тёмно-синий цвет. И с сочетанием клавиш Alt и Backspace заливаем наш слой этим цветом. На клавиатуре нажимаем цифру 5, чтобы сделать прозрачность нашего слоя в 50%. Далее выбираем кисть и ярко-розовый цвет, примерно вот такой. Нажимайте и удерживайте клавишу Alt, при этом зажатой правой кнопкой мыши двигайте направо и налево. Это может вам удобно менять размер вашей кисти. А движением вверх или вниз вы можете поменять мягкость. Нам нужна мягкая и довольно-таки большая кисть. И давайте точечно разукрашивать нашу фотографию. Периодически менять цвет, например, какой-нибудь фиолетовый. Здесь нет никаких правил, не бойтесь, экспериментируйте, главное, чтобы вам нравилось. Далее создадим ещё один слой. На этот раз режим смешивания будет Overlay, перекрытие. И добавим некое свечение некоторым деталям нашей фотографии. Прозрачность этого слой также выставим примерно в 50%. Давайте немножко подредактируем наш оригинал. Выберем этот слой и нажмём фильтр, Camera Raw Filter. Прибавим немножко чёткости и экспозиции. Окей. Теперь нам нужно объединить все слои в одно единое. Для этого нажимаем Ctrl-Shift-Alt-E. Для следующего шага вам, ребят, понадобится плагин от Google. Ник Collection и ссылка на его скачивание также будет в описании под видео. Нажимаем Analog FX Pro 2. И пока грузится, напоминаю, что не забудьте подписаться и поставить лайк. И в его пресс-фитах давайте выберем классической камеры 5. Немножко уберём зернистость и интенсивность. Нажимаем ОК и ждём, пока плагин проработает наш слой. Мне кажется, очень насыщенный. Давайте это исправим. Нажмём Ctrl-U и насыщенность убавим примерно вот до таких параметров. ОК. Сделаем дубликат этот слой, нажав Ctrl-J. Идём в фильтр. Искажение. Волна. Настройки выставите примерно как у меня. Здесь есть кнопка рандома. Рандома нажимаете и что вам примерно понравится, то и оставляйте. Давайте выберем, к примеру, вот этот вариант. Нажимаем ОК. Режим смешивания выбираем на Lighten. Замена светлым. И прозрачность выставим в районе 40 или 50%. Неплохо. Самое время добавить текст. Будем использовать шрифт True Lies. Также будет ссылка на его скачивание. Кстати, интересное название. True Lies. Истинная или правдивая ложь. ОК. И пишем Киберпанк. Цвет текста будет такой желтоватый. Ctrl-T, чтобы уменьшить его размеры. Зажатым Alt-ом. Примерно вот так. Нажимаем Ctrl-A. Чтобы выделить весь документ, выбираем этот инструмент. И нажимаем сюда, чтобы выровнять ровно посередине. И не забывайте нажать Ctrl-D, чтобы отменить выделение. Опустим наш текст чуть ниже. И давайте поработаем над его стилем немножко. Нажимаем два раза сюда и выбираем добавить тень. Тень у нас будет вот этого цвета и с такими настройками. Между прочим, когда выбираете тень, в любом месте документа можете нажать левой клавишей мыши и двигать. При этом выбрав нужную ориентацию и нужное направление вашей тени. Ок. Нажав на плюс, добавим еще одну тень. На этот раз она будет черная. Ну и напоследок я добавил внешнее свечение розового цвета. Примерно вот такое. Все как бы ничего, но мне не нравится вторая буква, она слишком сильно сливается с первой. Давайте ее выделим и в параметрах шрифта положение по вертикали давайте чуть опустим. И по ширине также отодвинем. Вот так, мне кажется, намного лучше. Добавим еще один текст. Напишем Moscow 2077. Цвет выберем белый. Сделаем поменьше размером. И шрифт тоже поменяем на вот этот, например. Из настроек предыдущего шрифта я вижу, что Moscow 2077 очень приплюснут. Давайте это поменяем. Да, высота 60% изменим на 100%. Межбуквенный интервал поставим на 1000. Также поменяем его размер. Примерно до таких. Также не забываем выравнивать. Ctrl-A. Выбрали инструмент. Нажали сюда. Ctrl-D. Отменить выделение. И давайте опустим его вниз. Сам слой переместим под словом Cyberpunk. В принципе неплохо. Давайте напоследок объединим все слои в единое. Ctrl-Shift-Alt-E. И немножко скорректируем по цветам. Фильтр. Camera Raw Filter. Также добавим немножко четкости. С позицию уменьшим. Ну здесь уже индивидуально смотрите, как вам нравится поиграть с этими настройками. Это четкость. Нажимаем ОК. И в принципе, в принципе, я думаю, все. Наша композиция готова. Вот такой урок получился, ребят. Я надеюсь, вам понравился. А все, кому понравился, обязательно ставим палец вверх. Я жду ваши комментарии по поводу, какой бы урок вы хотели увидеть на моем канале. Кто не подписан, подписывайтесь. С вами был Виген. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok